На одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Итак, продолжается утро на Болткоме. С вами в студии Александр Шунин. Напоминаю, ситуация какая. Сегодня правительство рассмотрит возможные изменения, невозможные изменения, да, возможные изменения в эпидемиологических ограничениях для тех, кто привит от COVID-19, могут разрешить более свободно перемещаться, собираться вместе, пользоваться другими преимуществами. В то же самое время самая высокая заболеваемость COVID-19 в настоящее время наблюдается в столичном регионе и Латгалии. И как раз для вакцинации в этом регионе будут использоваться мобильные пункты в автобусах. Но, по большому счету, есть какие-то малозаметные, достаточно вялые, но все-таки намеки в сторону облегчения. Ну, то же самое заявление, например, министра юстиции Борденса, который предположил, что частично все-таки могут открыть трибуны для тех, кто хочет насладиться играми чемпионата мира по хоккею, который состоится уже совсем скоро в Риге на месте, в Ледовых дворцах. Опять же, те же самые послабления для тех, кто получил прививку. И тут возникает вопрос, почему же до сих пор послабления не введены для торговцев? И в этом смысле Латвийская ассоциация торговцев в лице ее президента обратилась к правительству с предложением, требованием и практически, наверное, пора уже доходить до легкого шантажа, открыть, разрешить, работать торговым центром с торговой площадью до 35 тысяч квадратных метров. И с нами сейчас на связи президент ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Доброе утро, господин Данусевич. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какой ход будет дан этому вашему предложению? Насколько оно официально? Когда оно будет рассмотрено в правительстве, например? Да, оно официально, мы его уже 31 марта подали. Ну, правительство думает долго. Ну, не правительство, надо сказать, а Министерство экономики. Но вчера в оперативной группе управления мы согласовали и сегодня, я надеюсь, что правительство утвердит общее решение, что открыть те магазины торговых центров, которые имеют отдельный вход и не соединены с внутренними помещениями торговых центров. Потом уже следующий ход, я думаю, ожидается на следующей неделе, когда упростят правила и смогут работать торговые центры до 35 тысяч квадратных метров. Ну, кроме того, вчера обсуждалось тоже расширение места на ярмарках, в принципе, и это было поддержано. Однако из принципа, давайте будем открывать по одному, а пока отложено на один год, на сегодня, ой, на один месяц. Тут что-то я не проснулся сегодня. А у меня уже сердечко успело ёкнуть. Как? В смысле на год отложили? То есть кто-то что-то знает. Ещё год вот этого нет. Спасибо. Достаточно. На сегодня ярмарка или, скажем так, норочные торговли специально организованы. Может быть, до 20 мест. Мы вчера при поддержке самоуправления, которые тоже считают, что надо дать больше возможностей продавать, и это тоже рассредоточить людей, предложили 50. Но пока это решение отложено, как я сказал, из-за желания поступать вперёд маленькими шажками. Ну, хоть маленькими шажками, главное, вперёд, а не назад. Скажите, а вот эта норма, которая самая, если я не ошибаюсь, строгая в Евросоюзе, 25 квадратных метров на покупателя торговой площади, везде 10-15, она может быть пересмотрена в том числе? Я думаю, что да. Мы хотим сегодня обратиться в парламент, который завтра будет рассматривать предложения народа по изменению в сегодняшних ограничениях. Там очень много разных предложений и по спорту, и по образованию. И мы хотим вот это одно предложить. Хочу одно уточнить. Мы сделали обследование по Евросоюзу. И так по цифрам, если смотреть, есть 9 стран, где меньше 10 квадратов на одного покупателя, тогда 9 стран, где 10, потом 3, где 15, и потом 2 страны, где 20 квадратов. И мы видим, что вот это ограничение, которое больше всего бьёт по малым торговцам, что оно должно быть, конечно, упразднено. И оно было принято тоже против мнения отрасли. Отдельные чиновники Министерства экономики почему-то обратились против отрасли. Ну, надо сказать, что и сегодня есть два крыла Министерства экономики. Одно, которое помогает, вот как мы открыли террасы совместно. А второе, которое долгое время тормозило упорядочение в торговле и даже придумывало всё больше и больше штрафов для торговли, хочу сказать, что последнее предложение было, что штраф повысить до 40 тысяч евро за нарушение эпидемиологических условий. 40 тысяч. 40 тысяч. Ну, легче, мне кажется, уже следующий шаг – просто потребовать от всех закрыться. Ну, то есть прекратить бизнес. Ребята, вы всё равно таких денег никогда не заработаете, поэтому закрывайтесь. Не нужны нам ни кафе, ни рестораны, ни магазины. Ну, что это за суммы вообще такие? Таких денег, мне кажется, сейчас на руках ни у кого нет. Брать все. Ну, это Министерство, другие, возможно, зарплаты, и мы не понимаем их. Они не понимают нас. Такое взаимное непонимание. К слову сказать, есть какая-то информация обобщённая? Вот это первые дни работы террас, они дали толчок к развитию, они дали какой-то глоток, с позволения сказать, воздуха и денег? Да, конечно, дали, потому что наконец-то предприятия общественного питания могли работать и тоже конкурировать с глобальными, скажем так, кормильцами, которые могли до сих пор, которые заняли их нишу. Ну, не секрет, что мы до того, как были закрыты террасы, покупали в Макдональдсе бутерброд, ели по дороге, купили кофе в Нарвесе или в церкви и тому подобное. И сейчас всё-таки появляется возможность местным общепитовцам предложить это маленькое удовольствие людям, которые спешат на работу, учёбу или просто прогуливаются. Ну и, как по мне, конечно же, я не специалист-эпидемиолог, но, мне кажется, если ты берёшь с собой вот этот туисок и садишься где-то на остановке общественного транспорта и ешь, ну, во-первых, это не слишком эстетично выглядит, а, во-вторых, риск заразиться всё-таки выше, чем на террасе, которая обрабатывается. Ну, всё-таки, потому что требования... Риск заболеваний многими пищевыми, так сказать, болезнями, которые намного опаснее для человека, чем COVID, тогда, где там смертность достигает 40% от заболеваний заболевших. Поэтому хорошо, что этот шаг был предпринят. И, с другой стороны, это большой оздоровительный шаг, посмотрев, как люди, так сказать, получают удовольствие от того, что они могут посидеть на террасе, понимаешь, насколько позитивно это влияет на психическое самостояние людей, и люди просто, я сказал бы так, кайфуют от того, что они могут посидеть на террасе, на солнышке и поговорить с друзьями за кружкой кофе. А, спешу с вами согласиться. Я минувшие выходные, например, провёл в Латгале, конкретно в Даугавпилсе, и обратил внимание, насколько расслабленные люди в этом городе. Ну, кроме того, что меня впечатлил сам город, и, пользуясь случаем, передаю пример привет всей Латгале и конкретно Даугавпилсу, город чистый, ухоженный, люди спокойные, улыбчивые, сидят на террасах. Окей, в Риге тоже можно посидеть на террасе, но там нет больших торговых центров, и всё открыто. Люди спокойно ходят по магазинам, без толчаи. Да, к сожалению, приходится стоять в очереди в каждой одёжной, обувной или какой-то другой магазин в ожидании пустой корзинки или сетки или сумки. Но, тем не менее, есть возможность, и чувствуется совершенно другая атмосфера, отличная от столицы, меньше нервов, меньше напряжённости. Это очень здорово. И я разделяю и ваш термин, я тоже кайфанул от этого всего. Мне не нужно было заходить ни за новой маечкой, ни за новым там ещё что-то. Но была такая возможность, давно забытая, и я не применил ей воспользоваться. Это просто приятно, это просто нормальная жизнь. Я точно знаю, что эти помещения, они обеззараживаются. Вот стоят те же самые распыляющие какие-то средства. Пожалуйста, пользуйся. Да, маски, да, дезинфекторы, да, какое-то количество корзинок, которое, вот я надеюсь, всё-таки будет пересмотрено в сторону увеличения, ну, имеется в виду одновременного посещения магазина. Это здорово, это приятно, так и должно быть. А знаете, что ещё интересно? Открылись, когда открылись? В начале апреля торговые центры... Прошу прощения, в общем, не помню, простите, наизусть, не помню, когда они открылись. Торговые центры до 7 тысяч квадратных метров. Просто 10 мая, у меня под рукой вот эта дата, 10 мая ЮСК обратился в Конституционный суд с требованием, ну, они пытаются оспорить это решение. Как ведут себя другие торговцы, и каковы шансы, вы считаете, у ЮСКа добиться справедливости таким путём юридическим? Ну, вопросы ЮСКа будут решены, я надеюсь, сегодня, потому что в основном это речь о тех магазинах, которые в торговых центрах садимин вкода. Второй этап, приоткрытие до 35 тысяч, это обсуждалось тоже вчера как второй вариант, но, как я уже говорил, ОВГ очень постепенно открывает, принимает шажки. Но надеюсь, что сейчас эти шажки будут чаще. Если мы по каждой неделе откроем что-то, тогда мы, я думаю, уже более-менее вернёмся к почти полной торговой. Я думаю, что возможные ограничения могут остаться только в так называемых гигаторговых центрах, где люди больше имеют привычку не ходить за закупками, а просто ходить пообщаться. И это главный риск эпидемиологического заражения, чего очень боится Министерство здравоохранения. И, наверное, обоснован. Но есть другие методы, возможно, торговые центры уже предложили, что они готовы ввести повышенные, скажем, нормативы вентиляции и другие варианты, как разбавить людей и не давать им, так сказать, тусоваться от этих торговых центров. А мне нравится язык, на котором мы общаемся. Тусоваться и кайфовать. Нормальные термины. Живое человеческое общение. Живое человеческое общение у нас происходит с Хенником Данусевичем, президентом Латвийской ассоциации торговцев. И у нас только что сорвался и снова есть вопрос из прямого эфира. Принимаем звонок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну-ка, развейте мой миф. А ковид у нас пройдет тогда, когда закончится его финансирование. А вот как только перестанут нам платить за ковид, так ковид сразу и пройдет. Это раз. Второй момент. Удивительно. Но магазины депо не останавливались ни на один день. И посмотрите на ту скученность народа, которая есть там. В среднем один продавец через себя пропускает от 800 до 1400 человек и ни одного заболевшего. И первое время они вообще сидели без средств защиты. Как это объяснить? Спасибо за мнение и вопрос. Да. Наверное, силы сверху. Я думаю, что, наверное, просто развитие депо пошло по той линии, где все магазины отдельно стоящие. Поэтому им повезло, и они могли работать все время. И у них не было, так сказать, поднанимателей больше пяти. Это тоже такое глупое нововведение. Но мы знаем, что по международной терминологии, практике торговый центр начинается с 10 тысяч и минимум 10 ориентаторов. Но чиновники Министерства экономики придумали для Латвии отдельную терминологию, 7 тысячи пять нанимателей. И 25 квадратных метров. Да, лишние проблемы. Ну, вчера тоже обсуждалось в оперативной группе управления про, так сказать, льготы. Но тут наконец-то пришли к разумному решению, что не будем вводить нововведения, в отличие от других европейских стран. Потому что будут одинаковые требования по, скажем там, периоду годности вакцинации, как в других странах. Но как-то слишком часто у нас придумывают новые, и главное, что более сложные, так сказать, правила, чем в других странах Евросоюза. У нас есть еще один звонок, и даже два параллельно. Алло, здравствуйте, доброе утро. Добрый день. У меня вопрос к господину Данусеевичу. Может, я ошибаюсь, поэтому сразу извините тогда. Но не кажется ли вам, что вот вы, как председатель торгово-промышленной палаты, все-таки мало сделали для того, чтобы центры работали? Потому что я согласен с предыдущим звонящим, почему-то Деппа не закрылась, хотя у него площадь «Мама не горюй» работала, и все там ходили. А другие магазины практически в таких же условиях все были закрыты. То есть равноправие, ну, явно налицо. И мне кажется, что все-таки здесь вы как-то очень вяло вмешивались во все это. И, ну, не было ни в прессе, нигде, что вы боретесь, что вы что-то делаете. Ну, закрыли и закрыли. Бог с ним. Всем хорошо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Хотя обидно звучит. Мне кажется, и для вас, Хенрик, и для нас, как представителей прессы. Мы вот, например, постоянно говорили об этой несправедливости. Но отвечает Хенрик Данусевич. Ответ. Во-первых, я не торгово-промышленной палаты. Торгово-промышленная палата поддерживала Министерство экономики по введению ограничений. Мы все время требовали, чтобы магазины малые могли работать. Во-вторых, надо понять различия, что такое торговый центр и большой магазин. Торговый центр является объектом, где несколько торговцев работают под, скажем так, крышей владельца торгового центра, и каждый по себе. А отдельно стоящий магазин – это не торговый центр. Это просто большой магазин. Магазин может быть маленький – 20 квадратов. Это может быть большой – 20 тысяч или 25 тысяч квадратов. Ну, например, как Икея. Он самостоятельный магазин, не торговый центр. Ну, и есть еще один пример, такая целая торговая деревня на Юрмальской трассе, которая тоже считается одним магазином. И у нас очередной вопрос из эфира. Доброе утро. Здравствуйте. И еще один вопрос. Смотрите. Если раньше до ковида я пришел в кафе и получал палочку с таймонеллы, я на этих ребят подаю в суд, и у нас начинаются разборки. То есть я доказываю, что я заболел именно в этом заведении, и у меня есть проблемы. На каком основании с точки зрения конституционного права мы закрыли все магазины, если у нас нет ни одного доказательства, что в них был хоть один зараженный? Это не нарушение нашей конституции? Спасибо. Да, надо сказать, что и сами некоторые участники оперативной группы управления сказали, что запрет был слишком долго, что нормальный запрет, то есть неочередная ситуация могла быть до четырех недель, а мы были закрыты в четыре месяца. И кроме того, поддержка, особенно для малых и средних предприятий, недостаточно. Мы обратились уже полтора месяца назад с требованием пересмотреть поддержку малых, но до сих пор Министерство экономики имело такую точку зрения, что они лучше знают, кого поддерживать, и что деньги закончились, мы больших поддержали, и что малые все равно всегда будут, и нет особого желания поддерживать малых. Но мы будем бороться до конца, и надеюсь, что завтрашнее заседание нам в этом поможет, когда у нас будет точная ставка с Министерством экономики и Министерством регионального развития. Ну и резюмируя, многое может стать понятно сегодня во время заседания правительства, да? Рассмотрено вот это ваше предложение по поводу открытия магазинов торговых центров до 35 тысяч квадратных метров, расширение мест на ярмарках и некоторые другие нормы. Я думаю, что сегодня, к сожалению, откроют только магазины с отдельным входом, а это уже будет вопрос следующей недели, потому что мы знаем, что в правительстве сложная ситуация, как вчера выяснилось, министр экономики будет назначен только после выборов самоуправления, и министр земледелия будет сидеть пока на двух студиях и решать общие вопросы. Конечно, сложно министру заниматься одновременно двумя отраслями. Это правда. Что ж, посмотрим, что произойдет уже буквально сегодня, и все эти новости можно будет, во-первых, о них услышать в новостных выпусках на Радио Болтком, и, конечно же, прочитать на новостном портале MixNews.lv. Мы благодарим Хенрика Данусевича, президента Латвийской ассоциации торговцев, за рассказ. Желаем, конечно же, победы в этой нелегкой борьбе. Да, дополнение? И радиослушателям советую подписаться на мой Facebook, и там вы регулярно увидите, что и как мы делаем, и какие у нас достижения в этой области. А скоро мы, наверное, увидим господина Данусевича в ТикТоке. Хенрик, огромное спасибо, что были с нами. Хорошего дня. Мы уходим на паузу, после которой возвращаемся с президентом автоклуба «Ламп» Юрисом Звирбулисом. Будем обсуждать правила использования электроскутеров. Важные, между прочим, вещи. Участвуйте в обсуждении обязательно.